Всем привет! Меня зовут Настя, вы находитесь на канале, посвященном вязанию и теплым вещам, созданным своими руками. Сегодня вторник, я вас приветствую в очередной части цикла о вязании и моде, и сегодня мы переносимся с вами в сороковые годы прошедшего столетия. И поговорим о том, что же носили и вязали в сороковые. Сороковые был тяжелый период в истории, и это были военные годы, поэтому, конечно же, все это очень сильно отразилось на индустрии и моды, и промышленности. Женщины работали на заводах, на фабриках, им нужна была удобная одежда, они стали носить брюки, и все очень сильно упростилось, не было каких-то нарядов особо для выхода, была практичная одежда, и мы это, конечно же, с вами увидим. Был страшный дефицит, был дефицит ткани, дефицит кожи, и это все тоже отразилось на вязании. Будут как плечевые изделия, так и аксессуары, давайте начнем, наверное, с плечевых изделий. И здесь я не могу сказать, что будут какие-то очень интересные фасоны. В 30-й мы с вами наблюдали просто огромное количество интересной одежды с огромным количеством деталей. В этот раз будут простые лаконичные модели, но связанные с жаккардом. Если говорить о вязаной одежде, то наблюдается тенденция довольно простых силуэтов, это очень приталенные джемперы, какие-то кофты с рукавом по локоте или выше. Обусловлено это тем, что был дефицит, и чтобы как-то разнообразить эту одежду, чтобы она была повседневной и симпатичной, в изделиях используется и вышивка, и жаккард. Я очень долго на моделях останавливаться не буду, потому что они довольно однотипные. Это джемперы простого силуэта, иногда жилеты, под которые можно было надеть рубашку абсолютно простую, не очень женственную, кардиганы. И единственная тенденция, которую я еще проследила, это какие-то цветочные мотивы в жаккарде или вышивке. Я думаю, что я просто какой-то отдельный видеоряд пущу. И цветочные орнаменты всевозможные, немножко фейерайла традиционного, и вышивка, и жаккарды в ромбах. Была вышивка в ромбах цветочная, и вырезанные ромбы с цветами тоже были. Также, думаю, что несколько моделей из Америки, с игральными картами модель мне понравилась, интересная она была. И там проработаны плечи широкие. В остальных моделях все очень и очень просто. Еще было много птиц в жаккарде и в вышивке. И думаю, что сейчас просто пущу это все в видеорядом, и дальше что-нибудь прокомментирую. Ягодки, вишенки, цветочки. Вот такие вот жаккарды были в сороковые. В сороковые вся вязаная одежда была приталенная, сидящая хорошо по фигуре. Были кардиганы, были джемперы, были узоры теневые. Не было каких-то сложных косоранов, и много деталей вывязанных на плечевых изделиях не было. Но был жаккард. Довольно яркий, наверное, для того, чтобы поднимать настроение. Вот посмотрите, какая кофточка с ярким жаккардом. И таких примеров будет достаточно. Как можно заметить, на моделях уже появились не только юбки, но и брюки. Традиционные жаккарды тоже были. Фейрайлы какие-то, олени, растительные орнаменты, много разных цветочков. Очень много цветочков, заключенных в какие-то фигуры. Вромба, например. Ну и не все изделия с длинным рукавом. Я думаю, что действительно в сороковые это было обусловлено тем, что экономили не только ткани, но и какие-то волокна и пряжи в том числе. Ну и дальше оставляю вас посмотреть на модели самостоятельно. Надеюсь, что вам они понравятся. Последние несколько моделей особо привлекли мое внимание. Мне понравился свитер с пингвинами. Вот эти жаккарды, я думаю, что это готовые плечевые изделия. Но тоже здесь много всяких животных и выглядят они очень мило. Я увидела одну такую довольно нарядную кофту с укороченными рукавами. Рукавами по локоть, с круглой кокеткой и с вышивкой в виде цветочков. Вот это, наверное, самая нарядная модель из всех, которые я нашла. Все остальное очень лаконично и простое. Так что, я думаю, мы с вами поняли, что было не до изысков. В 30-х было огромное количество всяких украшательств, вязаной одежды. Было много пуговиц, были разнообразные воротнички, были какие-то модели с поясом. Было очень много всего интересного. В этот раз все довольно простое. Но в связи с тем, что, видимо, еще был дефицит кожи, появились вязаные сумки. И вязаные сумки появились очень разных фасонов, вязаные крючком. Многие мне напомнили какие-то современные модели. И была, видела модель, похожая на японский кошелечек такой, в форме раковин. Модели сумки, в которой можно было продеть руку, чтобы, наверное, было тоже удобно. И сумок было большое разнообразие, ввиду того, что кожаных сумок, видимо, просто и не было. Тут есть на что посмотреть, поэтому думаю, что сейчас тоже отдельным видеорядом пущу сумки, чтобы вы на них внимательно посмотрели. И, возможно, на что-то даже вдохновились. Были и бабушкины квадраты, и всякие раковины, и много-много чего интересного. Сумки очень разнообразных форм, и мне кажется, что они пришлись на конец сороковых, потому что такие формы как-то сложно вписать в рабочий гардероб для того, чтобы пойти куда-нибудь на фабрику работать. Но я думаю, что стоит на них обратить внимание, и в них какие-то детали присутствовали, и пуговицы, и не просто вязание по прямой крючком, но и какие-то ажурные детали были. Мне понравились сумки, выполненные в виде муфт, чтобы туда можно было прямо спрятать руки, может быть, поближе держать кошелек, но это мои предположения, конечно. Но я думаю, что некоторые модели из современных сумок взяли именно из сороковых годов. И сумки хорошо держали форму, из чего они были связаны, я могу только предполагать, что это какой-то шнур прочный, и думаю, что это был какой-то не очень дорогой материал, но выглядят они очень даже интересно все-все модели. Что касается головных уборов, здесь тоже не было каких-то невероятных фасонов шляп, по крайней мере, до конца сороковых годов. Были чепчики какие-то, косыночки всевозможные, все то, что удобно носить на производстве, на фабрике, и быстро на дело пошел. Вот такого фасона были изделия, но покажу, наверное, парочку. Во-первых, такие чепчики с жаккардом, похожие на детские, которые удобно носить. Несколько моделей в качестве какого-то украшательства простой одежды использовали, вязаные воротнички. И модели, я думаю, что и по сей день актуальны, можно вязать, и связаны они, по-моему, крючком, но, может быть, еще и спицами модели тоже были. И были вязаные купальники. Мне, кстати говоря, одна из моделей понравилась. На ней вышивка по петлями в виде птичек, бантик, очень симпатичная. Это фотографии из какого-то немецкого журнала. Ну и в это время также появились балаклавы в качестве такой рабочей одежды. Балаклава с небольшим отверстием для лица. Написано, что это женские модели. Митинги простые, абсолютно простой шарф. Вот такие вот аксессуары были. Еще в качестве украшений появились вязанные какие-то колье крючком простые. И вот такая вот мода была в сороковые. Перчатки тоже вязали довольно простого фасона. Я думаю, что такие модели перчаток вполне актуальны и сейчас. Надеюсь, что вам было интересно послушать и узнать, возможно, что-то новое для себя. Благодарю вас за просмотр этого видео. Давайте повторим еще весь видеоряд в конце видео, чтобы у вас сложилась общая полная картина того, что носили и вязали в сороковые. В 50-х было немного повеселее, но периоды истории отражаются на всей нашей жизни. И стоило упомянуть о том, что к нам пришло из 40-х годов. Это пришли вот эти чепчики, появились вязаные воротнички. И приталенные модели джемперов с жаккардом тоже родом из 40-х. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Оно было для вас полезным и интересным. Возможно, оно вас на что-то вдохновило. И благодарю за просмотр. Буду очень рада вашим лайкам и комментариям. Если вдруг заглянули на канал впервые, по вторникам выходят какие-то тематические выпуски на разные темы, вдохновляющие вас на что-то. Ну, либо полезные и интересные. Ну, а по пятнице мы встречаемся во влогах, в недельных миксах, в которых я вам рассказываю о своей рукодельной жизни за неделю. Показываю процессы готовой работы и буду рада увидеться с вами снова. Желаю вам море вдохновения. Пусть рукоделие приносит вам радость, положительные эмоции. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok